Жизнь современного видновчанина трудно представить без троллейбуса. Ежедневно четыре маршрута этого рогатого транспорта развозят жителей по разным точкам города и на заветную электричку в Москву. Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения троллейбуса в России. Из них 22 года посвящены истории Видновского троллейбусного парка. Давайте узнаем, чем живет рогатый транспорт сегодня. Андрей Гущин за рулем троллейбуса 38 лет. Сначала водил транспорт по московским дорогам, а после пришел в Видновский парк. Уже 21 год он курсирует по местным улицам. Знает не только родной, третий маршрут, но и остальные троллейбусные пути. Свой богатый опыт он в качестве инструктора передает новым водителям. Я почти всю жизнь за рулем троллейбуса. Одни и те же пассажиры, они со мной здороваются. И даже меня узнают в магазинах в городе, на улицах. Маршруты города Видное для Андрея Гущина стали родными. Ехать может хоть с закрытыми глазами. Пассажиры тоже знают водителя и здороваются на улице. Впрочем, работа не обходится без трудностей. Активный городской трафик накладывает свой отпечаток. Очень часто не пропускают общественный транспорт. Ну, приходится вот следить. А вы заранее можете предугадать ситуацию аварийной? Ну, есть такие предпосылки, что я могу заранее предугадать. Потому что стаж большой очень. Зачем водители передвигают рога? Этим вопросом, наверное, не раз задавались люди, наблюдавшие за оперативной починкой транспорта. Причин для схода штанги, а именно так называют рога троллейбуса, может быть несколько. Чаще всего потому, что износился механизм стрелок, направляющих движение. Казус до приезда электриков приходится исправлять вручную. И ставить штанги, общим весом 28 килограммов, на место. Воздушная расходная стрелка. В зависимости от того, куда какой маршрут троллейбуса едет, чтобы водитель не выходил, сам переставлял штанги. Эта стрелка автоматическая. Кому надо налево, кому направо. Водитель из кабины педалью регулирует, куда ему надо ехать. Транспорт для руководителя – это целая жизнь. Вся семья занята в сфере перевозок, карьера связана с управлением на транспорте. Ольга Геннадьевна возглавляет Видновский троллейбусный парк уже 12 лет. Действуют четыре маршрута. Все эти маршруты внутригородские. Они пользуются большим спросом у жителей, потому что город насыщенный транспортом. Проехать на своем транспорте гораздо сложнее, чем на общественном. И основная проблема у людей в городе – это где припарковаться. Потому что большая часть людей работает в Москве. Что касается развития парка, на сегодняшний момент развивать его можно только если сделать новую контактную сеть. Это очень дорого. Это связано с определенным выделением земель под расположение опор. И, в общем-то, очень накладно, скажем так. В настоящее время Видновский троллейбус представляет 21 машина. Каждая проходит техосмотр в срок, ездит четко и по расписанию. Хочется надеяться, что в будущем получится развить сеть и пустить рогатых курьеров в отдаленные пункты Ленинского городского округа.